В Женеве сегодня открылась 40-я сессия Совета по правам человека ООН, за которой довольно пристально следят в Иерусалиме, пытаясь предугадать, что предпримут защитники прав человека против Израиля. Генсек Организации Объединенных Наций уже объявил, что в первую очередь речь пойдет о глобальной проблеме беженцев, ксенофобии, антисемитизме и антиисламизме. Но в Иерусалиме на защиту Совета по правам человека никто не надеется. Более того, всего несколько недель назад эта структура пообещала опубликовать санкционный список, в который попадут компании, работающие за так называемой «зеленой чертой». Все подробности прямо сейчас рассчитываем узнать у нашего корреспондента. На связь с московской студией РТВА выходит Борис Штерн. Борис, я приветствую вас, слышите ли, в московскую студию. Ждем подробностей. Добрый вечер, Андрей. Действительно, это довольно громкое событие с точки зрения европейской жизни, тем более участие в этом юбилейном заседании Совета по правам человека генерального секретаря ООН. Тем не менее, в Израиле к нему относятся с максимальным сарказмом. Более того, сегодня так совпало, что, например, британский министр иностранных дел официально опубликовал проект закона, который признает Хизбаллу террористической организации. Так вот, эта тема в Израиле обсуждается достаточно серьезно. И более того, уже есть официальный комментарий от Министерства иностранных дел. А вот сороковую сессию СПЩБ в Женеве никто не обсуждает. Действительно, по той причине, что все происходящее в Совете по правам человека крайне беспокоит Израиль с точки зрения соблюдения собственных прав. В Иерусалиме говорят о том, что и постоянно демонстрируют статистику, согласно которой большинство резолюций, принятых Советом по делам, этим Советом, собирающимся сегодня в Женеве, они все антиизраильские. При этом права человека, которые нарушаются, например, в арабских странах, либо в той же Сирии, которая находится в прямой досягаемости от Израиля практически здесь рядом, никто и никогда не говорит. Скандалу, конечно, и наделала вот эта попытка публикации списка почти из 120 компаний, которые работают на территории Иудеи и Самарии. Речь идет не только об израильских компаниях, речь идет о мировых брендах, которые имеют производство, либо торгуют в Иудее и Самарии, и все они по идее Совета по правам человека должны попасть под жесточайшие акции. К счастью для Израиля вся эта история, как правило, заканчивается маленькой припиской во всех официальных документах Совета по правам человека о том, что все это несет исключительно рекомендательные функции. Однако уже вот сегодня, буквально минут 20 назад, в официальном комментарии министр иностранных дел Израиля Израиль Кац заявил, что он, несмотря ни на что, надеется, что на следующей неделе во время встречи с генеральным секретарем ООН в Нью-Йорке, он сможет еще раз подробно объяснить ситуацию в Израиле и с правами человека, и с признанием террористических организаций террористическими организациями. И, может быть, чуть-чуть отношение улучшится, хотя, в общем-то, достаточно в это вериться с трудом. Андрей? Борис, ну а вот такие претензии к Израилю, они впервые высказываются столь компетентными высокими органами, как Совет при ООН или что-то подобное уже было в свое время? Это происходит практически постоянно, можно сказать, примерно где-то, ну, с регулярностью раз в полгода тема бойкота в том или ином виде Израиля на уровне либо Евросоюза, либо, опять же, ООН, Генеральной Ассамблеи, либо вот этого подкомитета, специального комитета по правам человека в составе ООН, постоянных наций, постоянно поднимается, но каждый раз израильскому меду и правительству удается каким-то образом отбиться. Достаточно вспомнить прошлогоднюю попытку маркировки израильских товаров, произведенных в Иудее и Самарее, которые пытались сделать в нескольких европейских странах, а в самом начале, три года назад, подобное пытались сделать в Германии. Заканчивалось это крупнейшими скандалами. В первую очередь, это влияет, конечно, на те компании, которые работают за так называемой «зеленой чертой». Во-первых, потому что это производство во многом связано с Европейским Союзом и с иностранными поставщиками и заказчиками. То есть, речь идет о достаточно больших деньгах. Люди, которые работают или хотят попасть на израильский рынок, стараются сокращать свои инвестиции. То есть, экономика, конечно же, от этого страдает. Но, опять же, самое главное во всей этой истории, пока для Израиля и положительное, это вот та самая приписка в официальных документах Совета по правам человека, что речь идет о неких рекомендательных функциях. Впрочем, бывают, конечно, последствия и гораздо более серьезные, но Израиль крайне негативно относится к подобным решениям. Борис, кроме вот этих вот мер, кроме публикации этого санкционного списка, какие еще меры постановления принимает вот этот Совет? То есть, чего опасается официальный Иерусалим? Официальный Иерусалим в очередной раз опасается, во-первых, какого-то громкого и ненужного и неправедного с точки зрения Иерусалима осуждения. Совет по правам человека постоянно торпедирует ситуацию в арабо-израильском, в арабо-палестинском конфликте. И выступает абсолютно слепо, как считают, опять же, в официальном Иерусалиме, невзирая ни на какие нюансы на стороне Рамалы, поддерживает палестинцев. И самое печальное с точки зрения Израиля, то, что речь идет не только, скажем, о поддержке каких-то нормативных структур палестинской автономии. Речь идет о поддержке открытой террористических организаций, организации Хамас. Последний, кстати, скандал, который был в конце прошлого года, был связан с наблюдателями специальной миссии наблюдателей, которая работала в Хевроне. И эта миссия наблюдателей была просто закрыта, потому что израильские и армия, и дипломатические представители неоднократно получали доказательства того, что сотрудники этой миссии, кстати, кадровые дипломаты из европейских и арабских стран, участвовали во всевозможных акциях, которые были направлены против израильских граждан, причем, ну, абсолютно необоснованных. Например, одного из инспекторов этой организации этой миссии застали за тем, что он прокалывал шины в еврейском районе Хеврона обычному еврейскому гражданину. То есть зачем вот такие вещи делать в Израиле, конечно, удивились. Был относительно громкий скандал, но миссия уехала. И на самом деле участие Израиля на официальном уровне в Совете по правам человека, Организации Объединенных Наций, оно практически полностью ограничено. Израиль сократил в прошлом году до исторического минимума все отношения также с Организацией ЮНЕСКО. Затем это решение было поддержано американцами. То есть, в общем, это очень неприятные, долгие отношения, в которых очередная вот эта сороковая сессия, скорее всего, станет очередной запятой и крайне неприятной для израильтян. Андрей? Спасибо, Борис. Я благодарю Бориса Штерна. Он был на прямой связи со студией RTVI из Израиля. Эту тему продолжим прямо сейчас. К нашему эфиру присоединяется политолог Саймон Сыпи. Саймон, я приветствую вас, слышатели, вы московской студии RTVI. Здравствуйте. 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 Что касается этих постановлений Совета по правам человека ООН, мой коллега сейчас сказал о том, что они, как правило, носят исключительно рекомендательный характер. Действительно ли это так безобидно и для Израиля, и для самой структуры этой общемировой? Ну, это далеко не безобидно. Дело в том, что вопрос поселений, он для Израиля чрезвычайно острый вопрос. На территориях поселений проживают тысячи израильтян, это сотни семей, которые там строят свои дома, работают, зарабатывают себе на жизнь, растят своих детей. В основном поселенцы занимаются сельским хозяйством, у них также есть средние и малые производства, продукцию которых они поставляют как на израильский рынок, так и за рубеж, на экспорт. И то, что пытается сделать Ассамблея ООН, кстати говоря, под давлением так называемого арабского лобби, есть серьезные лобби у арабских государств в Ассамблее ООН, которые постоянно подталкивают членов Ассамблеи вынести на рассмотрение те или иные резолюции. Так вот, под давлением, на мой взгляд, этого лобби, они пытаются, что называется, перекрыть кислород жителям поселений, израильтянам, евреям, их семьям, и поэтому это далеко не безобидный шаг. Уже были в прошлом неоднократные попытки, даже была попытка маркировать продукцию израильских поселений, которая идет на экспорт, с маркировкой, со значком о том, что эта продукция производится на поселениях. Чтобы за рубежом покупатели, те, кто выступает против израильской политики, чтобы они не покупали эту продукцию. Важно понимать, что производство на поселениях это единственный источник заработка для этих семей, которые живут там и пытаются, ну если не сказать выжить, то хотя бы обеспечить себе нормальную жизнь. Поэтому это вот перекрытие кислорода путем попытки объявить этот список этих компаний, которые, кстати говоря, сразу же, тут же попадут под эмбарго, они попадут под санкции. И, скорее всего, это и есть целью Ассамблеи ООН озвучить этот список этих компаний, чтобы с ними перестали торговать и прекратили с ними разные экономические и деловые отношения. Поэтому это далеко не безобидный шаг для Израиля. Сэймон, а какие шаги может предпринять официальный Иерусалим, чтобы как-то, не знаю, может быть, наладить диалог с мировым сообществом? Или же вот это вот лобби, о котором вы говорите, оно такое, с ним довольно сложно противостоять ему? Существуют здесь пути какие-то выходы? К сожалению, выходов не так много у Израиля, поскольку кроме арабского лобби есть целый ряд государств Евросоюза, где есть левый сегмент политики, так называемые левые, которые, они выступают против Израиля, они ведут открытую антиизраильскую политику, они выступают открыто за палестинцев, называя их угнетенным народом, что по факту абсолютно не так. Многие даже из членов этих организаций даже и не были никогда в Израиле, они не видели, как палестинцы получают газ, свет, электричество, бензин, стройматериалы, медикаменты абсолютно безвозмездно и бесплатно со стороны Израиля. Тем не менее, они выступают и проводят антиизраильскую политику. Поэтому с этим бороться крайне тяжело и сколько бы раз Израиль не пытался наладить тот или иной диалог с такими лобби, с такими государствами, которые ведут антиизраильскую политику, эти попытки не приводили к серьезным результатам. Поэтому жизнь поселенцев, израильтян на поселениях, она крайне тяжелая. Кроме того, что они подвергаются постоянно обстрелам, ракетным обстрелам, постоянными вылазками палестинских террористов и убийствами, они также пытаются там выжить, занимаясь сельским хозяйством. Тем не менее, даже эту возможность им пытаются сейчас на международном уровне через Ассамблею ООН прикрыть. Поэтому, к сожалению, Израиль пытается как-то найти какие-то пути жить с этой ситуацией. В общем, свете всего сказанного, такой вывод напрашивается, что организация Объединенных Наций такая не очень эффективная бюрократическая структура. Спасибо. Это политолог Саймон Ципис. Мы говорили о 40-й сессии Совета по правам человека ООН, за которой довольно пристально следят сейчас в Иерусалиме, пытаясь предугадать, что же предпримут защитники прав человека против Израиля. Продолжение следует...